По собственным трупам лезут для того, чтобы куда-то там долезть. Никаких 200 тысяч он ни разу не получал. Нежелание вашей страны забирать своих пленных приводит к тому, что пленные погибают. Не, мой сын не поедет точно. Так что вы в царя не верите? Там по любви подработано молодая украинская красавица с РПГ и дроном Камикадзе. У вас что, какое-то крепостное право, что глава пришла, взяла людей и отправила на убой? А что я должна сделать, если он умер? Поднять я его не подня... Зато ваш КГБшник, который носил чемодан говна за Собчаком, это вот у вас хороший царь. Представьтесь, как зовут вас? Ольга. Вы откуда? Орел. Кого ищете? Мужа. Фамилия, имя, отчество? Сталин, Никита. Дети есть с мужем? Нет, общих нет. А, понятно. Когда он контрактник, мобилизованный? Да. Контрактник. Когда подписал контракт? 29 сентября 2023 года. Когда последний раз выходил на связь? 9 февраля этого года. Какой-то долгожитель. 24 года. Зарплата стабильно приходила? Один раз только приходила, подъемная и все. Подъемная это сколько? 400 тысяч? Нет, 195. И что, больше не приходила ни разу зарплата? Отчасти 17 300. О, вот мы поняли цифру эту 17 300. Это отчасти. Ну, то есть, понял, да? А как часть обосновывает цифру 17 300? Что это? Ну, то, что был на боевом задании мало. Короче, не доехал и умер. Ладно. Он в каком статусе в части сейчас числится? Без вести пропавший. Без вести пропавший с какого момента? 14 февраля официально, этого года. 14 февраля. Скажите, пожалуйста, какая мотивация вообще была его отправиться на войну? Пойти служить? Отправиться на войну? Понятия не имею. Он же контракт подписал во время военных действий, боевых действий. Во время войны подписал контракт. Я не знаю. Он пришел домой уже с подписанным контрактом, ничего не сказав. Пьяный был, что ли? Нет, трезвый. Трезвый. Понятно. Ну, как вы радовались, наверное, да? Потому что он заработает, денег много. Нет, даже ни в коем случае. А почему вы его не отговорили? Было поздно уже. После подписания контракта было поздно уже? Где он работал? Да. А чем он занимался в гражданской жизни вообще? Да, особо ничем. Ну, то есть как вообще-то особо ничем? Что-то же он делал? Работал так местами. Ну, местами какими? Ну, вы или говорите, или не говорите. Короче, я так понимаю, по финансам были проблемы, поэтому... Я понял, что по финансам были проблемы. Он не мог себе, короче, работу на... Он не мог себя найти в жизни. Правильно я понимаю? Ну, что я понимаю, да. И поэтому он поехал, чтобы заработать денег на войну? Ну, скорее всего, да. Я думаю, что так. Потому что дома не было разговора вообще о подписании контракта. Понятно. И как вы оцениваете его поступок? Никак. Отрицательно. В данный момент он вышел из госпиталя, сослуживец один, и говорит, что по каким-то каналам он пробил, что он 200. По каким-то каналам? Это что за каналы? Это водоканалы? Через других сослуживцев. Сказали ему, что он 200. Он с ним реально служил, вы это знаете? Да. Когда он с вами последний раз разговаривал, о чем вы говорили? Он написал с чужого номера телефона и сказал, что они едут в Луганск. Больше ничего не сказал. В Луганск? И больше никакой связи. Это потом мне уже его сослуживец сказал, что они были подработаны. Смотрите, ну, из всей той информации, которую вы мне дали, при всем желании, я не могу вам сказать вообще ничего утешить. Во-первых, сам по себе полки, само по себе направление, это, ну, так называемые мясные штурмы. В общем, когда они по собственным трупам лезут для того, чтобы куда-то там долезть? Раз. Два. СМСка с чужого номера и больше ничего. Три. Его же собственный сослуживец говорит о том, что он 200. Четыре. У нас, когда кто-то попадает в плен, как правило, с ним появляется какое-то фото или видео. Ничего нет. Официально в списке пленных по нашим каналам ничего нет. Вот все, что я вам могу сказать. Он же с сентября служил, вы не пытались его забрать с войны? Нет, нет, он не служил. Его несколько раз отправляли домой по состоянию здоровья. Он ушел уже, получается, в СКОВ, попал 10 января. Вот. На боевое задание он ушел 7 февраля, а с 14 уже без вести пропавший. А что со здоровьем у него? В желчном камне. Да, нормально, так это списался. Так и почему он не списался? Я не знаю. У меня, Ольга, к вам один вопрос общего характера. Скажите, пожалуйста, вы можете посоветовать другим женщинам, российским, отправить своего мужа на войну, как вы отправили? Я не отправляла его туда. А что вы сделали? Он пришел с подписанным контрактом. Вы ему собрали там сумку, как говорится, рюкзак отправили? Правильно, правильно, ну так вы его отправили. А вы знаете, что он мог просто не идти? Что он мог? Он доброволец, он пошел за деньги. О чем говорить? То есть он не мобик. Да, он же... Он доброволец, он пошел в мышь. Да, ну правильно, Ольга, ну я же вас прошу, порекомендуйте, пожалуйста, другим российским женщинам, скажите. Уважаемые женщины, отправляйте своих мужей воевать. Телевизор смотрите? Смотрим. И что вам там рассказывают? Все, везде побеждаете? Ничего интересного. Ну вообще правду говорят по телевизору? Вряд ли. Да? Понял. Вряд ли. А, вряд ли. Смотрите, из того, что я услышал, я думаю, что он 200-й. Насколько я понимаю, ну в плену его нету, и времени прошло уже два месяца практически. И у него типа скоро там день рождения должно было быть. Но я задам несколько вопросов. Кто у него из родителей и братьев есть кто-то живой еще? Да. Родители и братья. Братья не собираются на войну? Что? Братья воевать собираются? Нет. Ну пойти брата найти, есть у вас такая история. Я за брата, за пацанов. Если будут идти на войну, в один карман кладут черный пакет, во второй 150 долларов. А вообще родственникам, рекомендую прямым, биологическим родственникам, вам нужно сдать ДНК. Сдали, сначала одно ДНК утеряли. Я его родителей просила, мама его сдала еще одно ДНК в Ростов. А сказали, что отправили в разработку. А, ну еще, то есть нету результатов ДНК, поэтому, услышав то, что, короче, услышал, я думаю, все согласятся, паны. Да. Что он, скорее всего, 200, и у вас единственный вариант это, ну а сослуживца вы нашли, а командира? Командир был 200 сразу. Ну так это командир штурмовиков, это какой-то там, ну это командир такой. Он однораскошь. Ну да. А что вы будете, ну, типа, делать, когда узнаете, что ваш муж умер, ваши действия какие? А что я должна сделать, если он умер? Поднять я его не подниму. Не, вы будете выходить на улицу и требовать остановить войну? Что я должна взять российский флаг и пойти по городам? Флаг вам зачем? Да, флаг мне обязательно. Это кто? Кто на связи? Добрый вечер. Мы вдвоем на связи. Скажите, пожалуйста, вам вопрос можно задать? Да, можно. А у вас люди поднимаются с флагами там или с чем идут, чтобы остановить войну, нет? Нет, не идут, потому что вы на нас напали. Мы ни на кого, лично мы ни на кого не нападали. Как это вы ни на кого не нападали-то? Олигархи, олигархи. Это отмывание денег, что с вашей стороны, что с нашей стороны. Понимаете или нет? Детя, вопрос, кто на кого напал? Давай разбираться. А что разбираться? Ну давайте разбираться. Давайте разбираться-то. Это не политика, ребят. Давайте мы не будем о политике. Давайте без политики. Давайте без политики. Ответьте мне на вопрос. Это другая тема. Пропал человек, его и ищут. Вот давайте мы разговаривать не по этому вопросу. Хорошо, я ужал. Тут нам не сядь. Смотрите, давайте без политики. Скалин, Никита, где пропал? Подработино. Работино. Это чей населенный пункт? Луганский, наверное, я не знаю. Нет, не в Луганске. Он находится на территории какой страны? России. Уже России, наверное. Тогда и мужа ищите. Очень плохо, что вы за такой длительный промежуток времени, если вам было бы не наплевать на вашего мужа, вы бы хотя бы поинтересовались, где это находится. Где он погиб? Где он погиб? Ну, вам, скорее всего, на это плевать. У меня есть вопрос. Можно вам еще вопрос? Потом отвечу на ваших три. Можно вопрос вам задать? Луганская республика. Луганс. Хорошо, хорошо. Пусть будет. Да нет, это Запорожская, например. Да это, ну, это Запорожская область вообще. Территория моей страны, Украины. Можно вопрос? Мы, например, не знаем, какие там областя и какие города, куда относятся. Галя, иди, ответь на вопрос. Галя. Галя. Давай, давай. Галя, давай. Короче, мы на каком-то пятничном сэшене. Вы там уже отдыхаете, да? Так я как раз хотел... Нет. Нет, нет, я говорю по телефону, звонок был. Смотрите, ваш муж поехал в Украину? Треш вообще. Какие спиртные напитки вы употребляете? А? Мой муж дома. А почему ваш муж дома? Возраст не позволяет. А сколько ему лет? Пятнадцать лет. Шестьдесят два. Но почему не позволяет? Во Второй мировой воевали и в шестьдесят. Ваш муж против нацизма должен ехать. Я его не призываю. У меня есть сын дома тоже. А сын почему не едет в Украину? А зачем он-то поедет? Что он там забыл? Он там никого не знает. Как это, что забыл? Как это, что забыл? За царя надо помереть-то? Не, мой сын не поедет точно. Так что вы в царя не верите? В царя не верите? А такой вопрос. А вы как поддерживаете решение мужа от вашей подруги, который поехал в Украину? Как вы считаете, он поехал... Я не поддерживаю. Я его ругала, но факт тот, что у каждого свое мнение и желание. Понимаете или нет? А вы знаете, что в Украине сейчас происходит? И зачем они сюда едут? Знаем, конечно, знаем. Давайте. Настало ваше время. Что? Ну что они? Зачем едет ее муж в Украину? И что он тут хочет? Уже, наверное, ничего. Уже, наверное, ничего. Не, ну ваше мнение... Ребят, обратно начинается одно и то же. Мы сейчас ищем человека, как бы вы оказываете помощь, как бы. Сейчас мы вообще тему не ту заводим, ребят. Не, вопрос, чтобы найти человека, надо понять первопричину, зачем он сюда поехал. Может он тут просто... Давайте найдем его и узнаем у него, зачем он туда поехал. Так он может к любовнице сюда все-таки поехал, под Работинов, в Запорожскую область. Что удивительно. Может быть, мы и думаем, может быть, он свинтил куда-то, где-то у любовниц. Там по любви под Работинов, молодая украинская красавица с РПГ и дроном Камикадзе. Скажите, пожалуйста, цели СВО, которые, ну, заявил ваш президент, они оправдывают те средства, которые тратятся на это все? В плане жизни от мужа... Ладно, мы ответим на этот вопрос. А ваш, Зеленский, наркоман, оправдывает ваше доверие или как? Смотрите, наш Зеленский, как вы сказали, сидит в своей стране, в Украине, в Киеве, да, и защищает свою страну. Он, в жизни, был шутом в России, ребят, о чем вы говорите? Он шутом у нас на сценах выступал. Какой он президент? Это шут. Наркоман. Смотри, я вам хотел спросить, почему вы так неуважительно относитесь к людям актерской профессии? Почему? Потому что он, ну как, мы хорошо к нему расспросились. Нет, я еще раз говорю, человек-актер, почему вы так неуважительно относитесь к людям актерской профессии? Не зарабатывал больше, чем и нас. Потому что шуты не должны быть у власти. Шуты, это у царя были шуты, а сейчас есть актеры. У человека фактически медиа-империя. Человек создал 95-й квартал, человек делал фильмы, человек делал сериалы, человек делал шоу, человек собирал огромные залы, человек зарабатывал такие деньги, которые вам вообще даже не снились в вашей жизни. Почему вы так неуважительно к нему относитесь? Потому что вам по телевизору сказали, да? Зато ваш КГБшник, который носил чемодан говна за Собчаком, это вот у вас хороший царь. Кроме как носить чемодан говна, он больше ничего в своей жизни не умеет. Он вам говорил, что не будет обнуляться. Обнулился. Он вам говорил о том, что у вас не будет подниматься пенсионный возраст. Поднялся пенсионный возраст. Он вам говорил, что не будет мобилизации. Идет мобилизация. Но вы не думаете о своем куске дерьма. Вы думаете о нашем президенте, о том, что он наркоман. Вы у него анализы брали, что он наркоман? А? Тут момент в том, что кто... Он наркоман. Я говорю, откуда ты знаешь, блядь, тупая, что он наркоман? Алкоголичка. А вы что сражаете? Я говорю, алкоголичка, откуда ты знаешь, что он наркоман? Можно даже дальше. Иди, блядь, осел. Пошла, блядь, ты. Ну, блядь. Потому что я по-другому не знаю, как еще можно разговаривать. Сидят обосранные, обоссанные просто. Сухают, блядь, и рассказывают нам, что у нас президент наркоман. Ну, конченые, блядь, страна конченых идиоток. Добрый день. Скажите, как звать вас? Наталья Валентиновна. Наталья Валентиновна. Меня Владимир. Я ищу своего родного брата. Брат. Как звать? Сарапулов Александр. Дата рождения? 2203-1976. 76-й год. Ну, брат у вас уже не молодой, я вам скажу. Не юный парень. Когда он подписал контракт? 21 ноября. Какого года? 21 года, 22, 23. 23 года. Ага, 23 года. Свежий. И когда он пропал со связи? 30 декабря последний раз выходил на связь со мной. 30 декабря. И что говорил вам? Где он находится? Он ничего не говорил, он просто поздравил меня с днем рождения. А кем он был? Рядовой. Рядовой? А должность? Чем занимался? Штурмовал? Вообще без понятия. Никто никакой информации не дает. Откуда это фото, которое вы прислали? Фото это когда мы его отправляли. А, это когда отправляли. А после того, как он пропал, нигде его ни фото, ни видео не появлялось? Ну, видео я находила, но не на 100% уверена, процентов 99, что это он в плену. 99 это весомый коэффициент. А где видео было? Видео, ищи своих. Ищи своих? Угу. Да, там мы посмотрели, просто пытались понять, похож он или нет. Скажите, а он вообще сидевший или нет? Он по молодости сидел. Это сколько лет было назад или когда? 20 лет ему было. Скажите, у вас у него есть дочка или сын? Дочка, но мы не знаем его, не его. А всего сколько на нем дочерей числится? Одна. Одна. Нескромный вопрос, вы отбывали наказание? Нет. Это не он на видео? Не он. У того, у которого на видео у него трое дочерей, жена у него отбывала наказание, пырнула его ножом, родила в тюрьме. Это же не про вас? Нет. Значит, это не он. Понятно. Ну, того человека, который на видео мы нашли. Ну, вот его история, я вам пересказал сейчас. Прям как «Жди меня». Смотрели раньше? Да, да, я смотрю эту передачу. Ну, вот это вот не он на видео. И никакой информации по нему нет. То есть, непонятно, где он. Не, ну, как-нибудь понятно. Он, скорее всего, лежит в полях, а ваши его не забрали. Вот и все. Ну, если быть коротко. Ну, это по теории вероятности. Я вот его еще находила. Где? Где вы его ищите? Ищи своих от 27-го или от 26-го февраля в списках пленных полностью в ФИО его и дата рождения стоит. А, это «Хочу жить», наверное, а не «Ищи своих». И «Хочу жить», да. А, проект «Хочу жить», да. Смотрите, ситуация приблизительно следующая. Списки, которые были опубликованы в проекте «Хочу жить», это действительно военнопленные, которые были заявлены на обмен и готовы были быть обменены. Я разговаривал с координационным штабом нашим. Есть такая проблема, что если пленный трехсотый, его могут не вылечить, например. Не потому, что нет времени, а пленных очень много. Ваша страна отказывается забирать даже трехсотых по процедуре репатриации, когда передаются раненые без учета звания и вообще без каких-либо условий. Я лично ездил на такие процедуры, когда приезжали на границу, а ваши их не забирали. Объясняю это тем, что он по какой-то причине, типа, мы не можем забрать, у нас нету скорых. Поэтому, да, в плену люди тоже погибают, и это факт, потому что их много, и у наших медиков есть всегда дилемма, кому оказывать помощь. Помощь, безусловно, всем отказывается, но отсутствие обменов, точнее, нежелание вашей страны забирать своих пленных приводит к тому, что пленные погибают. Особенно, если пленным нужны специфические, там, специфический уход, лекарства, там, медикаменты. Я лично отвозил на границу, снимал это видео, как военные приехали, привезли, я лично это видел. А вы их не забрали. Ну, вы, в смысле, Россия, РФ. И семья не захотела. Да, поэтому, если он был подан в списках, как готов на обмен, значит, он был в плену, и, возможно, он 200. Ну, невозможно, а 200. И, значит, вам нужно сдать, там, ДНК и искать его среди репатриированных двухсотых. Это то, что я могу добавить из того, что я знаю, из того, что я видел своими глазами. Ну, вот такая вот. Глобальный вопрос. Как он оказался на войне и какие мотивы он преследовал? Их отправила глава администрации нашего поселка. Расскажите, что, значит, отправила глава администрации? Это у вас, что, какое-то крепостное право, что глава пришла, взяла людей и отправила на убой? Как это у вас работает? Ну, им 10 человек надо было отправить от нашего поселка. А набрали только 6 человек. Сказали, что на стройку. На войну на стройку? Не говорили, что на войну, на стройку им сказали. На стройку за 200 тысяч? Вот именно, что он, получается, что с конца ноября, а никаких 200 тысяч он ни разу не получал. Как это не получал? Почему? Мы не знаем. Так, вы должны сейчас... В личном кабинете только 17-19 тысяч. И сейчас вы должны деньги получать? Вам даже сейчас ничего не платят? Ничего ему не приходит. Вы понимаете, что вас даже, ваш брат, правильно, погиб, и вас даже тут дурят? Ваша администрация. Вот, а в списках его нигде нет, у Министерства обороны отвечают. Ну так... Так, а вы вопросы вообще задавали администрации своей гениальной? Зачем он поехал? Где деньги? Когда он вернется? Они ничего не знают. Просто все отнекиваются, что мы ничего не знаем. Ну, смотрите, вопрос в следующем. Мы, вы же понимаете, мы живем в стране, на которую вы напали. И людей, которых вы сейчас убиваете, в эту минуту. Понимаете? И мы сидим уже с вами полчаса, вам пытаемся помочь, а ваша администрация вам не может помочь. Я правильно понимаю? Или как? Абсурд. Просто мне кажется, я больше времени на вас потратил, чем ваши чиновники за ваши... Сколько уже? Третий месяц? Четвертый идет? Ну или как? Да. Ну а почему вы не идете к ним? Где деньги? Где ваш брат? Почему он поехал? Почему он поехал на стройку, а оказался на войне? Ну, как вам... Мы уже сюда только не обращались, нам нигде ничего, только отпинываются и все. Ну, вы знаете, что вам специально говорят, чтобы не платить вам деньги? Так мы так и поняли. Ну, а вы ждете выплаты какие-то? Мы выплаты не ждем, мы ждем брата домой. Не, просто я не понимаю, почему вы не ходите и не обращаетесь к своему начальству? Ну, или руководству? К администрации. К администрации, как она вас там забрала? К администрации постоянно хожу и звоню ей, и в военкомат обращаюсь. Я просто не знаю, как в этом, ну, в крепостном праве, кто вас отвечает за все? Глава администрации района. Фюрер, а как ее фамилия? А фамилия? Когда они ее выбирали? Садонова. Как? Садонова. Да, это с района она. Ну, а вы ее выбирали или она сама, или ее назначили? Она сама. Ее не знаю, кто назначил. Реально, и позди, и она отправила вашего брата на войну, да? Шесть человек наших отправила. С вашего села? Да, уже двое, в первый же месяц пришли двухсотыми. Хорошо. Двое раненые дома. Я не могу сказать, что это плохие новости, конечно. Типа, ну, и как результаты для вашего села вообще? СВО? В количестве 200-300. В ужасе как. Это сколько? Половина мужчин вашего села было? Нет, не половина. Вы сдавали ДНК? Нет, не сдавала. Надо сдавать. Вот сдавайте. А родители? А родители? Родители тоже не сдавали. Они вообще не знают, куда обращаться. Только родители должны скорее сдавать ДНК. В Кремль. Ну, что, она биологическая сестра. Да. Она одинаковая. Будет совпадение 95+. Ну, сдать ДНК, там потом оно попадет в базу всех убитых. И когда его ДНК с кем-то сравнится, вам приедет цинк. Но я рекомендую вам открыть этот цинк и перепроверить. А можете объяснить, вот как вы думаете, смерть вашего брата и вот эта вот борьба с нацизмом в Украине, оно стоило того? Да. Ну, да. Честно говоря, нет. Не стоило. Скажите, вы бы, если бы понимали, да, что происходит, вы бы брата отправили бы воевать? Нет. Так его и так отправили. А пришла бы администрация, собрала бы его, стала бы отправлять. Что бы вы делали? Уговаривала бы, чтобы не... Кого? Созонову? Нет, брата бы уговаривала. А можно, наверное, последний вопрос. Вы реально по-честному верили, что он едет на стройку? Да, я до последнего верила, что он едет на стройку. Я обращаюсь к россиянам, которые до сих пор еще верят, что они едут в Украину для того, чтобы что-то строить, охранять или возить, или перевозить. Это неправда. Вы едете на ноль в окоп, куда вам на голову прилетит дрон. С большой долей вероятности, по крайней мере, мы вам этого желаем, если вы не понимаете до сих пор, что здесь война. И никаких строек. И никаких перевозок. Гуманитарных грузов. А как, подождите, она еще говорила 17 тысяч. Почему только 17 тысяч? Ну, потому что... Он за все время получал по 17 тысяч? Да. А сколько месяцев он получал по 17 тысяч? А как это? 4. Ну, у них мобики, контрачи, даже которые не на нуле, получают минимум 29. Ну и что? Да я ее просто дурят. Напомните, вы откуда? Мы Судмуртской республики. А, Судмуртская республика. А, так ну Сазоново нормально, остальная часть денег. Короче, Сазоново очень хорошо зарабатывают деньги. Сазоново и какая сумочка, вы обращали внимание? Я вам сейчас трещи расскажу. Нет, не обращала внимание. Она из машины выходит без сумочки, ее возят. А как ее возят, директор района? Короче, вы в курсе? Вы реально сейчас офигеете. Вот эти, так называемые, рекрутеры, а-ля там депутаты, районные сельсоветы, все дела, полиция, они получают бонус по 80 тысяч рублей за каждого привлеченного и отправленного в военкомат. Если следак сидит, и у него рассматривается 10 дел, там кражи какая-то, фигня, если он чуваков подследственных отправляет на войну, то ему приходят вместе с зарплатой по 80 рублей. Он вызывает в военкомат. По 80 тысяч рублей. По 80 тысяч, да. Приезжает чувак из военкомата, принимает у него, тот берет все данные, что сдал, и чуваку чик 80 капнуло. Нормально. Я привыкшая. Я мать похоронила, мужа похоронила, сына похоронила. Да, у вас в стране герой должен быть мертвым. Тогда ему можно сделать табличку на стенку в школе, парту назвать. Вы откуда? Я с Казахстана. Подождите. Уже интересно начинается истинка. Это реально? Разорвать контракт и просить, чтобы он ушел. И тут ему, как снег на голову, обещают 200 тысяч. Он хотел себя подорвать, но не умел пользоваться гранатой.